Дамы и господа Которая, кстати, по 35 дней длится Практически каждый фокус там по 35 дней Надо будет нам дойти Я рассчитал до До вот этих вот событий трагических 39-го года Которые Дядя Алиса творит Мы успеем провернуть марш на юг И объединение Центральной Америки То есть к этому моменту К моменту осени 39-го года Мы уже должны будем держать Всю Центральную Америку И никто нам, по идее, не помешает А вот с Калифтскими странами будут проблемы уже Потому что там дальше Скорее всего мы не успеем И надо будет Думать о США Так вот Такие дела Ну и постепенно Постепенно Надо наращивать Мощности Надо Производить Больше винтовочек И Строить новые корабли Готовиться К тотальной экспансии Кстати, интересный момент Что Есть еще ветка фокусов Тут Связанная с Южной Америкой Но мы ее брать не будем Потому что У коммунистов Есть шикарная вещь Бульварянский Альянс И Можно будет Сделать Примерно то же самое Что делают Американцы С своей доктрины Манро То есть Все южноамериканцы Постепенно Мутируют В коммунистов Нам надо будет еще Дополнительно В некоторых странах Поставить поддержку Благодаря Леву Давидовичу У него есть хорошие бонусы На это дело Скидка 50% Так что Все должно быть Просто супер В лучшем виде Так вот Поехали Поехали В этой серии Я думаю Мы Как раз таки Объединим Центральную Америку Так Бульварянский Альянс Мы вкачали Лидер Мексиканской партии Мексиканская партия Рабочих и крестьян Лев Давидович Трюцкий Объявил Об образовании Нового блока Государства Западного полушария Бульварянский Альянс Назван так В честь борца За независимость Боливара Собственно Который Помог Добиться Свободы Многим Латиноамериканским Государствам Ныне Выступающим В это Содружество Так Их общая цель Добиться Доминирующего положения На континенте И положить Конец влияния Стархевропейских И американских Империй Благодаря Созданию Сильных Социалистических Государств Связанных Экономически И дипломатически С такими верными союзниками Наша родина Будет непобедима У нас еще Кстати есть Акцент на Альянс С испанцами У них там Когда закончится Их восстановление После гражданской войны Можно будет С ними подружиться Тоже интересный Такой вариант Итак Господа У нас уже появился Первый Член Альянса Это Парагвай Замечательный Парагвай Некоторые другие Уже очень здорово Начали мультировать Некоторым Мы благодаря Обилки Льва Давидыча Сейчас бустим Популярность Еще вдобавок Чтобы Те же Бразилы Как можно скорее Набили популярность И Ну если они не мутируют То случится у них Гражданка И Хорошая гражданка Выгодная Из-за высокой популярности А нас сейчас ждет Я надеюсь Вмешательство В дела Всяких Гватемал И прочей Лабуды Марш на юг Успешно Выполнен Дальше Пойдем Сразу Объединять Центральную Америку Потому что Это все Дело должно быть Очень быстрым Бум Так И давай Сразу Гондурасов Тащим И Сальвадору Прижомки Совсем Копеечные Если что Судьба Чехословакия Вот вам И Мирган Чтобы они Сейчас в союзники Не влезли Это будет Очень нелепо Зогу Подчиняется Требованиям Италии Парагвай Звать не буду Надо действовать Как можно Быстрее Ну мало ли что Вступится Сейчас в союзники Вытащить Тупусы Это дело Те В Сальвадоре 11 дивок Ну Сальвадор Он всегда Почему-то Какой-то Чокнутый У них Вроде Мало людей Он творится Так Что-то Мне Добро Снащение Я не могу Пока Его производить Чуточку Потом Им займусь Так Недостаток Резов Там как раз В доп Оснащение Идет Вся эта Замечательная вещь Еще не все Верхи Запряг Но Пока так Пока так Проламывать 11 дивизий Я пока не стану Сейчас мы Завалим Сперва Вот этих Дяденек Хотя Смотри У нас Дивизий Гораздо Больше Если мы Сейчас Красным Телефоном Задавим Сможем Пробиться Гладой Давай тогда Можно Можно и так Надо потому Что быстрее Можно быстрее Потому что Дядя Адя Он не будет Нас ждать Заводики Протыкаю Фабрики Фабрики Три фабрики Построю Чё Сальвадор Сколько Тебя Ещё Ждать Та Сколько Тебя Ждать Сейчас Моя Ага Забавим Сальвадор Добью Гондураса Там Дальше Позанимаюсь Микроменеджментом Давай-ка Отсюда Приступи Не Тут Таня Кстати Чё-то Жёсткие Какие-то Жёсткие Дядя Днень Центральной Америки Выполнено Успешно Там Надо будет Мне ещё Выступу Запланировать Освобождение Карибских Стран Можно В принципе Сразу Взять Освобождение Карибских Стран Попробовать Семь Семь Мне это Будет Занимать Но Я Не думаю Что В этом Будет Какой-то Смысл Потому Что Дядя Адя Он Всё Начнёт Давать Жару Только Село У меня Уже Накачалось Нет Тает Слишком 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 Долго Давай Разведку Подтяну Всё Гондурас Наш Остались Никарагуа Коста Рика И Панама Итак Нападаем На Никарагуа Я Приготовил Весь Микроменеджмент Скучный И нудный Который Меня Так Долго И упорно Просили Вырезать И обрезать Так Попадаем На всех Троих 36 На Прижонке По идее Все эти Парни Ещё Пока Будут Сидеть На Попе Ровно Вступаться В союзники Конечно Не Будут Так Главное Чтоб Коняка Дошла До Монагуа Дальше Уже Как Пойдёт Я И Выстоку Сготовил Водец Большой Никарагуа Капитулейтед Это Всё Моё Родное Никарагуа У Коста Рики Вообще Дивов Нет Собираем Сан Хосе А нет Вот Коста Рика Она Уже Она Уже Всё Не Успела Похватиться Коста Рика Ну Всё Осталось Только На Панаму Двинуть У Панамы Два Города Ой Карденос Не будет Эффективно Здесь действовать Поставим Чисто Гена Чисто Гена Поставим Надо Захватить Город Герой Давид Завод С фабриками Запрягу Уже После Воевашек Этих Они Коротенькие Надо Быть Танчики Пойти Было бы Интересно Конечно Мы Получим Кучу Людей После Интеграции И Можно Будет В принципе Этим Заняться Но Сейчас 39 Год Давай Уже Возьму Вычислительную Машину Буду Это Потихонечку Подкачивать А вот И Панама Кстати Притопал У нас Меж тем Выстока Идет Собственно В столицу Панамы Город Панама Панаму Мы забрали Летели Тролевали И Конец А Может Может Мы Успеем До Того Как Дядя Начнет Творить Свои Темные Дели Лешкин Для Этого Мне Надо Быть Сейчас Поставить Планы Ну что Дамы и Господа Буквально Пара дней Осталось До Момента Х Освобождение Карибских Стран Мы Качаем Панамский Канал Захват Панамского Канала Я думаю Возьмут Чуточку Пусть Есть еще Такая Фишка Как Освобождение Антильских Стравов Тоже Насчет Не надо Бы Подумать Но Это Наверное Тож Потом Сейчас Пока Поведу Интеграцию Южную Потом Там Уже Будет Видно Чем Будем Заниматься Там Уже Скоро Должны Мутировать Коммунисты Только Глянь Как Сдурово Получается И Это При Том Что Я Еще Даже Не Весь ПП Израсходовал На Все Это Дело Со Штрафами Конечно Идет ПП Но Еще Вполне Себе Годно Это Благодаря Льву Давидовичу Его Замечательным Особенностям Ну А Очень 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 Зря Единственное Только Доминикану Мы Атаковать Пока Не будем Потому Что Там Дофига И Больше Народу Лучше Чуточку Позже Правит Шанси Капитулирует Это Не Для Нас Ивент Совершенно Благвай Хочет Вступиться В войну Но Не Надо О Кто-то Сидит В Гуантанамо Продавим В Горит Никого Не Пипец В Горит Никого Не Было В Порто Прэнс Ну Хорошо Если Никого Там Не Было Это Стурово На Кубе Видишь Кто-то Есть Но Кто-то Относительно Слабенький Вот Этих Парней Я Запрягу Вот Сюда И Тогда Уже Нападу Сразу Еще Одна Дивка Там Обучилась Специально Но Это Потом Так Держитесь Мужики Подмога Близко Продержатся И Мы Намалюем План План Икс Снова Куча Фабрик Заводов Доступна Ну я После Войны Уже Все Приверну Так Хлобысь И 12 Дивизий До Самой Гаваны Будут Гнать Кубинцев Нарезать им Принципы Кубизма Так А Здесь Давим Фашиков Фашики Они Очень Любят Плодить Дивки В гигантских Объемах Это Надо иметь Ввиду Белая Война Даже Если Они Пойдут Туда Ничего Страшного Не Произойдет Посмотри Как они Быстро Теряют Все Свои Способности Теперь Просто Маршем До Санто Доминго Тут Моткой Въедем И Штурмуем Городок План Сломался Но в принципе Не страшно Куба Это такой Регион В котором Можно Все Довольно Быстро Сделать ПП Уже Начинает Потихоньку Кончаться Значит Что В самом Скором Времени Мне Предстоит Уже Отменять Поддержку Дополнительно И набирать Снова ПП Еще Кубинцы Прямо По курсу Забираю Деминикану Себе И осталось Пробить Кубу Догованы Доехать Прямо В союзники Не вступил Потому что Уже 17 Августа Все Успели Прямо Точь В точь Успели Потому что Дядя Дядя Буквально Примерно В это Время Должен Уже Потребовать Данцик Он Не 1 Сентября Напоминаю Будет Его Требовать А где-то В августе Такие делишки То есть Мы успели В принципе Зарашить По фокусам Все что Можно было Ну Кроме Пока Панамского Канала И кроме Каких-то Территорий Вот тут Но мне кажется Что они Нам достанутся Только если Капитулируют Французы Голландцы И тогда Бриташка Смирится С безысходностью Бытия И Передаст Нам Таки Быть Какие-то Территории В других Случаях Скорее всего Он Пошлет Нас Нафиг И мы Будем Воевать С ними Но Тем не Менее 42 На По этому Пути Сейчас Пойдет Да Польшу Отвергают Ультиматум Германии Это в принципе Ожидаемое Дело И сейчас Начнется Веселая Воевашка Территорий Нападает На Польшу Польша Присоединяется К союзникам Все как По учебнику Ну Кроме даты Конечно Вот такие Дела А я Подумал Такой В Бразилии В той же Уже практически 50% Популярности Набито И можно В принципе Я думаю Дотянуть Сирию До момента Икс Когда мы Узнаем Кто Мутирует В коммунистов А кто Будет В гражданку Газан Удивительно Быстро Капнули Китайцы По моему Даже еще Быстрее Чем В нашей Каточке За Нидерланды Кстати Появилось Шансийское Государство Интересно По моему Раньше Такого Еще не было Они обычно Вот такого Пакмена Делали И новое Порядство Китая Но нет Появился Еще Фашистский Юннань Появился Диктатор Скисинь Ничего себе Вот это Дела И еще Один интересный Момент Для неисторического Фокуса Финляндия Принимает Требования Советов После долгих Споров Порядство Финляндии Решило Удовлетворить Советские Требования По пересмотру Границ В Карелии Советский Союз Заявил О необходимости Создание Буферной Зон Для безопасности Ленинграда Расположенного Все в 30 Км От прежней Финской Границы Многие Наблюдатели Опасали Что Советско-финская Война Неизбежна Однако Теперь Эти опасения Улеглись Мирно Какой Ценой Пошли Таки Первые Зяблики Боливия Венесула Вступают В Альянс Будущее Покажет Какие цели Преследуют Это сотрудничество И вновь Шведы Отказали В Пролаже Всякой Разной Всечины Третьему Рейху И Снова Третья Рейх Напала На Швецию Как В Каточке За Нидерланды А у Нас Меж тем Появились Еще Несколько Мутантиков Я Подозреваю Гражданки Будут Только У Демократов Потому Что Ни Колумбия Ни Эквадор Ни Чили Ни Уругвай Не Хотят Упорно Переходить В Новую Диалогию Все Остальные Ж Уже Спокойно Под Нашим Крылом Заботливым Находятся Ну Парагвай Самый Первый Парагвай Молодец Ну Что Господа Последняя На эту Серию Веселая Воевашка Ну Хотя Это Такое Себе Название Для Воевашки Это Операция Правое Дело 25 ПП Будет Стуить Случится Приграничный Конфликт У нас С Тупыми Умерикусами И Замечательные Вещи Будут Происходить Так А мы с Регион Панам Кстати Не можем Что-то Завернуть С той Части Регион Панама Видишь Не дают Мне Но тем не менее Все получается Камачо Заболевает Другое дело Что он Черт И где Находится А Камачо Он автоматом Переназначился Как это Стремно Ну ладно Беста США Торговля Прервана Рация Правое дело Прошла успешно Наш Неожиданный Нападение На базе Янки В Панаме Прошел Успешно Мы получаем Панамский Канал И теперь Ожидаем Ответа Отживший Свои век Северной Империи Если Янки Пожелают Бои Свои войска Против Нас То Получат По заслугам Центральная Америка Быть Защищена От Агрессии Панамский Канал Получаем Американские Войска На южной Границе Поведены В состоянии Боевой Готовности Поскольку Недавнее Американское Нападение На Американское Нападение На американскую Базу Господи Боже Мексиканская Живить Военную Базу Панамского Канала Повысила Вероятность Крупномасштабной Войны Между Умя Соседями Хотя Атака На которую Так надеялся Рузвельт Провалилась Че Провалилась Серьезно Что Удверждается Что Американский Президент Режел Наказать На голову Южного Соседа Желтый Президент Демократическая Партия Называется Шайка Бандитов Неуважающих Международное Право Сдается Призывы К свержению Режима Если Разразится Вторая Англая Ой Англая Америка Господи Мексиканская Война То она Будет Вестись Срогслов Город Пустынь С гораздо Большими Потерями Чем Небольшая С 1847 Года Приходите И забирайте Все это дело Оставим Почему Камачо Перелетел Нафиг Отсюда Я не совсем Понимаю Да ладно Приграничный конфликт В принципе Прошел успешно Можно провести Интеграцию Еще Панамского Канала Но это потом Это немножко Потом Все И все войска Можно будет В таком случае Тоже Перебрасывать Границы С США И начнется Что-то веселенькое Видимо Видимо Не видимо Но это уже В следующей серии Даже если Американцы Не вступятся В войну Не объявят нам То Нам все равно Предстоит Напасть на них Там дальше По фокусам Будет Такая Возможность Ну а дядя Воюет В Швеции Шапочку Питена Интересного цвета Привел К власти Так вот Литва Кстати Еще живет Ничего себе Антонас Сметона Ну ты Конечно Даешь Трани угля Живчиком Еще Молодцом Так вот Все Будем Подписываться На канал Делитесь Видео Ставьте Вплес Всего доброго Увидимся С вами В Предложении Мировой Революции И помните Что все Самое Интересное Еще Впереди Thank you guys Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует